Первым делом Рустам Мусин оценил преобразование в Доме культуры села Новый, Ктанышбаш. Здесь в 2020 году по программе поддержки местных инициатив заменили входную группу. Сделали прорезиненное покрытие на крыльце, установили пандус, укрепили фундамент здания. В общей сложности был потрачен 1 миллион 350 тысяч рублей. В эту же сумму вошло и проведение косметического ремонта в хореографическом и зрительном залах. Вот здесь остались окна заменительная дверь. Вот двери поменяли по раз, уже чувствуется тепло. Следующим объектом визита главы района стала котельная школы села Новый, Ктанышбаш. По словам руководителя ресурсоснабжающей организации, после того, как здесь провели модернизацию, помещение используется на четверть. А в это время школьный автобус вынужден стоять на улице. После осмотра здания было решено приспособить его под гараж. Мы хотим сюда поставить автобус и пожарную машину, да? Да. Оба поместятся, что ли? И как там прорубать? Если заезжать, получается, оттуда же заехать надо? Только оттуда, да. Ну, давайте сделаем оттуда. Когда на лето запланируют, со строителями поговорите, с Генмулиной поговорите. Денег вечно нет, ну, соберем, подберем. Далее делегация отправилась в школу. По словам директора, их учреждение попало в список и уже в 2024 году заменят кровлю здания. Однако есть и другая проблема – это полы. Покрашенные не в один десяток слоев, скрипучие и местами прогнившие, они уже давно требуют обновления. Полы только через Минобор. Заявка мы в этом году, скорее всего, и не будем. Ну, все время, когда директора выступили, сказали, что по всем направлениям и по линии Минобора будет это, меньше будет. В связи с этой ситуацией, да? В этот год планировать что-то не надо. Что какие-то деньги дадут. Ну, если дадут, на самом деле, если вдруг на район попадет, но опять сумма 800 тысяч. Тут уже немаленько, не надо. Отчетное заседание Совета депутатов прошло уже в актовом зале. Здесь перед народными избранниками отчиталась глава Шушнурского сельского поселения. Львира Гелезидинова отметила, что в прошлом году заменили аварийные участки водовода на улицах Молодежная, Школьная и Ленина. Однако работа по развитию системы водоснабжения еще предстоит. Необходимо решить вопрос строительства магистрального водопровода в деревне Новая Мушта и в селе Новая Камыш-Варш. Хотелось бы в этом году начать разработку проектно-сметной документации. Заявка подана. Ждем весны, чтобы сделать топосъемку. Готовится документация на газификацию улицы Заречни, набережные молодежные села Шушнур. Готовится техусловие с газовыми службами. Топосъемка будет проводить в мае месяце. Заявка геологам отправлена в МУП и МУП «Краснокамстройзаказчик». В этом году обещают подготовить проектно-сметную документацию. Администрации оказывают содействие в решении вопросов депутата и местное население. Так, в прошлом году общими усилиями на улице Ташлыта установили шлагбаум. По словам депутата, здесь постоянно курсируют большегрузы. Так как в конце двухкилометровой улицы находится нефтяная скважина. Весной и осенью дорога превращается в кашу, а люди не могут благополучно добраться до своих домов. Нефтяники, которые раньше ездили по этой дороге, у них своя дорога есть. Они сейчас ездят обхватную дорогу, объездная дорога. Ну и жители обращаются и по другим вопросам. В течение, то есть в прошлом году по обращениям жителей, вернее администрация сельского поселения отремонтировала дороги по всему селу. Организовали спел деревьев, угрожающих безопасности населения. Стараемся наказать избирателей и проспорожителей не оставлять без внимания. Взяв ответное слово, глава района отметил, что в планах реализовать большой проект на сумму порядка 178 миллионов. Это строительство асфальтированной дороги от трассы до деревни Нижняя Татья протяженностью 6 километров. Асфальтовая дорога нормальная. Там еще внутри деревни где-то около 2 километров улица и плюс с освещением туда же входит. Проект дорогой. Но опять же, у нас вот эта программа по Минсельхозу России идет, она все время меняется. Проект уже на рассмотрении у нас в Уфе лежит, отделе капитального строительства. И в Минсельхозе параллельно лежит. Хотелось бы включить, чтобы в этом году, но не знаю, как получится. Пока ответа нет. Точного ответа нет и по судьбе Татьинской птицефабрики. Рустам Мусин отметил, что к решению вопроса администрация подключила и Министерство сельского хозяйства. Однако процедура банкротства затягивается, и когда придет новый инвестор, пока не ясно. Анастасия Твербаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова